Всем привет. Сегодня у нас будет распаковочка новой штуки. А я в пакете. А ты уже догадался, что это? Ноутбук перепустишь. Не, а давай ты угадаешь, что это? Ну, я угадал. Нет. Это не ноутбук и не постаешь. Давайте я вам дам 200 долларов и мы не открываем от ящик. А это что, электраника? Да. Это для дома? Да. Для дома. Стоит 20 тысяч. 20 тысяч. Я себе кредит взял, раз что-то оставил. А, это вот себе Тинькофф присылал, да? А Тинькофф и отказался, там была переплата. Я в расстройку делал еще без переплаты. Пусть он угадает. Блин. Ну, не постаешь, не точно. Она маленькая. Ай! Не расставай! Блин. Может, Алиса спросит что-то? А вы к психиатру не обращались никогда? Я к психиатру? Да. Зачем? Ну, давайте спойлерну вот так. Какая-нибудь док-станция там. Бумный дом или еще чем-то. Ну, близко почти. Да. Ну, колонка Алиса стоит где-то 6 тысяч где-то. Ну, 20 тысяч. А самая крутая сколько стоит? Не знаю, не интересовался. А вот она стоит. Ааа, 20 тысяч. Яндекс-станция Макс с 4К. Трехполосный звук. Что тут, короче? Да мы у этих были, в Саратове увидели. У них была, короче, ну, версия за 13 тысяч, а эта, короче, за 20 тысяч. А что это такое? Яндекс-станция. Я просто не знаю, что это такое. Типа, Алиса, включи музыку, Алиса, включи свет. Выключи телевизор. Так, что тут по характеристикам? Трехполосный звук, 5 динамиком, 65 ватт, Dolby Audio. Короче, подписку покупаешь, она, типа, соединяется, там, ну, почти с телевизором. Тут у нее еще интернет. И ты, типа, там, включи музыку, убавь музыку, включи фильм, сделай погромче. Она все, короче, делает, типа, за тебя. Ты просто сидишь, ничего не делаешь, не говоришь. Там, включи это, выключи телевизор, поставь будильник. Так, а что? Так открывается? Да, да, да. Это нам, типа, что не поделка. С чем у меня тут ножика есть? Такой. Блин, уже грезный, а? Это, ну, зачем он полуваляется? Чем, а? Опа! Короче, типа, можно купить на Авито, но есть великий шанс, что она будет заблокирована и просто, как кирпич. Не будет, короче, работать, в общем, не париться, идеально новая. Сейчас я ее распакую по-быстренькому, а потом, типа, попользуемся, обзорчик будет. Она, наверное, вот так выезжает. Блин, тяжелая. О, она еще с экрана, видишь? Так. Угу. Так, 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 так. О, там есть слизочки. С собой в стороны. Ну зачем ты на букву ее ставишь? В смысле? Поставь ее нормально. Что? По-человечески. Ну поставь ее, что ли? Куда? Вот так. Он раз так открывается? ЭТОТ ПАРЕНЬ ПИЗДЕЦ КАКОЙ СТУПОЙ! Ну, хочу на камеру открыть. Так. Оп. Какой она? Какой чайник? Адаресу? Вон, магазин, который. Любой. На газу она не пустила. Ну да. Сбегай, поставь. О, как коробочка. О, пульсос, пока она запустится. Она с пультиком. Теперь надо купить вот это все, вот это. От Яндекс. Нет, любой пылесос запустится. Просто к ней соединяешь. Так, давайте колонку в сторону пока. От Яндекс. Посмотрим, как обычно делает сначала, что тут есть. Так. Это у нас, типа, наклейки, что ли, какие-то магнитные? Нет, смотрю. Сейчас я достану. Под горячей поставкой. Да нет, это наклейки какие-то вот. Яндекс, HD, Уточка почему-то. Знакомьтесь, умная колонка, включив розетку, она сама скажет, как все настроено. Вау. Короче, это типа инструкция, бумажка. Здесь вот такие наклейки. Как, типа, пиксельные, пиксельные арты. Здесь лежат полезные провода. Один включаем телевизор, другим все понадобится проводному интернету. А, мы еще, кстати, вот в этой версии, которая там есть 4К и подключение типа по LAN. А так, типа, не было. Даже HDMI в комплекте. И провод для интернета, короче, все есть. Ничего надо покупать. Такой HDMI, правда, короткий вообще-очень капец. Где-то, наверное, сантиметров семьдесят. Но, наверное, с поддержкой 4К. И проводок от роутера, чтобы была максимальная скорость. Чтобы 4К, короче, передавало без проблем. О, нифига себе. Такая штучка, чтобы, наверное, не раздавилась. Такой огромный блок. Я так понял, это питание, врубаешь в розетку. Тут даже есть такой язычок Яндекс, чтобы ты не перепутал, что это, короче, за провод. Так, значит, здесь у нас вольт. Почему-то коробка от пульта такая длинная. Типа, как будто пульт длинный, а тут просто картонная такая штучка, и вот он так стоит. Опять буду пакетик засовывать. О, Яндекс. Вот так, короче, выглядит этот пультик. Типа, какое-то soft-touch покрытие. Здесь батарейки. Вот так, вынул. Батарейки пошли. Ну, вот какие-то минимальные. Убавить звук, прибавить. Алиса, туда-сюда. Так, ну и давайте посмотрим, что тут у нас больше. Больше ничего нет. Здесь там коробка из-под яиц. И внутри это. Кстати, коробка тоже классная можно использовать. Такая коробочка офигенная. Можно что-нибудь у нее спрятать прямо. Нормально, да. Очень вместительная коробочка. Стоит это, короче, в рассрочку. Вот так она стоит 20, но в рассрочку как-то там 18 с половиной получилось. Даже типа дешевле. Мы из всех банков совкомбанк выбрали, потому что, наверное, у меня там халва есть, и он мне подтвердил сразу еще один кредит. Я давно опыт считал. Да, вот вся короче, убираем. Ну да, рассрочка. Да нам куча бумаг таких кто писал, давайте посмотрим. Но самое главное... Орв! вся короче запакована со всех сторон. А снизу что? Снизу прорезиненная подставка, чтобы она не вибрировала, когда стояла. Она очень громко, она, капец, орёт. Ну, типа и сабвуферы высокие частоты, и средние. Здесь ничем сверху. Мы ещё взяли специально красную. Я ещё хотел розовую, но розовой не обрукнула. Там белая была, она очень пачкается, какая-то чёрная, ни о чём. И... ну, синяя ещё, темно-синяя была. Выглядит, как какая-то такая умная колонка от Apple. Типа... А, это вообще динамики тут что-то, да? У неё ещё вот здесь дисплей. Вот, видишь, динамики? Здесь, 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 они во все стороны, походу. Ну, сейчас мы её запустим, что-нибудь, музыку хотя бы. Выглядит вот так вот она, короче. Сзади, по сравнению с версией, которая дешёвая, стоит 13 тысяч, здесь появился интернет, выход на AUX появился, а там просто чисто HDMI, питания, вот этих двух портов вообще нету. Короче, сейчас мы ещё покажем, как дисплей горит. Вот, подключаем. Где у меня экран? У меня, передо мной. Там крутится. Алё. Подожди. Э, шайтан. Ты по голове себе постучи. Ты двадцать тысяч отдал, давай, пой. Как? Ладно, не урчай. Ща разберёмся. Так. Чё она? Чё хочет? Да подожди, она загружается, она запускается. Ну почему? Типа компьютер, типа? А у неё есть хулеры? Мне кажется, нету. Она типа 4К показывает сама. Прикольно. Ох ты, она как прогружается, и всё больше и больше эта штучечка становится. Как будто Mortal Kombat ещё начнётся. Тут как будто вселенная начинает крутиться. А, вон, ты. Я ничего не вижу. Ты можешь смотреть. О, даже её тут? Нет, это Алиса. Рада знакомству. Я живу внутри Яндекс станции Макс. И сейчас расскажу, как её настроить. Сначала установите на телефон приложение Яндекс. Или обновите его до последней версии. Затем, скажите мне в приложении. Да, я хочешь... Могу помолчать? Да, я хочу... Могу помолчать. Не хочешь меня слушать? Могу помолчать. Я проиграл. Алиса, настрой колонку. Алиса. Как только вы закончите настройку, мы сможем поговорить. Но не раньше. Так что немного терпения. А ещё. 6,5 часа позже. И переключиться с треки. Жмяк на кольце пульта вправо. Переход к следующему треку. Жмяк влево. Возвращение к прошлому треку. Вот это? Угу. Алиса, что ты умеешь? Вы можете поставить таймер или будильник. Например, скажите, поставь таймер на 5 минут. Или поставь будильник на 9 утра. Рассказывать ещё? Да. Я могу напомнить вам поздравить с днём рождения врага или покормить хомячка. Хотите узнать ещё? Алиса, включи музыку. Давай трешмет. Включаю. Скажите лайк, если трек вам понравится особенно сильно. Я включу его в ваш плейлист. Включи трешмет. Алиса, включи трешметал. Включаю подборку мощь трешметалла. Внимание! Это не для детских ушей. Алиса, прибавь громкость. Алиса, громкость на 5. На 5. Алиса. Алиса, следующий трек. Алиса, перемотай на 10 секунд вперёд. Алиса, пауза. Алиса, продолжай. Алиса, включи зизитоп. Включаю зизитоп. Алиса, прибавь громкость на 10. Включаю моргенштерн. Внимание! Это не для детских ушей. Внимание! Внимание! Я прошу вас. Алиса, перемотай на середину трека. Внимание! 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 Алиса, перемотай на минуту вперёд. Внимание! Внимание! Алиса, расскажи сказку. Секундочку. Алиса, громкость на 7. Добраться лишь на ковре в самолёте, стоит удивительный замок. Алиса, давай поиграем. Что наша жизнь? Игра? Как вам закончу пословицу? Давайте запущу. На крыше две стрелы. Следующее. Величиновый скоробель. Пастушья дудочка. Жили в одном селе старик до старух. Алиса, стоп! Алиса, включите телевизор. На этом устройстве не получится. Вот что показывают сегодня. Теннис, ВТБ, Кубок Кремля. Алиса, стоп! Алиса, какая погода в Балаково? Сейчас в Балакове плюс 12. Весь день пасмурно. В ближайшие два часа осадков не ожидается. Вечером плюс 10, а ночью плюс 6. Алиса, поставь таймер на 10 секунд. Хорошо. 10 секунд. Время пошло. Алиса, поставь газовый чайник. Так и сделаю сейчас. Алиса, сходи за пивом. За ваш счет? Да. Крикнет тут что-нибудь. Ну не крикнет, а скажи просто. Алиса, включи таймер на 15 минут. Готово. 15 минут. Начинаю отсчет. Это из другой комнаты. Алиса, громко смотри. Алиса, смени эквалайзер на рок. Я пока не научилась настраивать эквалайзер. Тут Шаболда, а? Включаю скилла. Песни Шаболда. Что это такое? Она мне песню Шаболда включила. Алиса, включи фильм про обезьян. Одну секунду. Алиса, включи Кинг-Конг. Секунду. Алиса, пропусти заставку. Простите, не могу перемотать этот фрагмент. Может быть он важный? Нет. Я в замешательстве. Попробуем заново? Не стоит. Но почему? Потому что будет плохо. Золотце, что случилось? Ничего не случилось, не переживай. Ну смотрите, я волнуюсь. Милая, не волнуйтесь. Как не волноваться? Ну не знаю, просто. Тут уже не до Кинг-Конга. Может расскажете? Включи фильм. Секунду. А если был сериал, там была заставка выпускает. Алиса, включи YouTube. Одну секунду. Алиса, включи канал Деньги из воздуха. Сейчас поищем. Алиса, назад. Ну по YouTube она, короче, не очень кукарекает. Алиса, включи это видео в 4К. Вот что удалось найти. Алиса, назад. Алиса, продолжи. Она с YouTube не очень, короче. А почему она с ней делать? А, типа, время ролика? Она не стоит у меня на будильнике. А будильники у меня стоят. Алиса, включи интервью с Гордоном. Вот что удалось найти. Алиса, Панин в постели с ногами, ой, с собаками. Секунду. Алиса, играй. О, ты смотрел вот этот интервью? Алиса, перемотай на 20 минут вперед. Сделать магазин мерча, который называется Гордон Шоп. А как Алиса вправо? Алиса вправо. Алиса влево до конца. Ладно, представим, что я это уже делаю. А дальше что должно произойти? А че я сказала? А че поняла? Я уже не помню. Можно начинать заново. Сколько ехать до работы? Окей. Какой адрес у работы? Степная 33А. Новый адрес работы. Балакова. Степная улица 33А. Так? Да. 13 минут на машине или 40 минут на транспорте. Это путь до адреса Степная улица 33А. А на такси? Поищем такси в Яндекс Гоу. Условия использования сервиса придут в пуш сообщение. Едем от адреса улица Титова 57А до адреса Степная улица 33А. Машина будет через 3 минуты. Ехать 11 минут. Алиса, стоп. Все ли? Не надо. Алиса, включи Яндекс.Музыку. Включаю. Алиса, следующий трек. Алиса, включи плейлист Света. Включаю подборку Света. Осторожно, детям лучше этого не слышать. Моя песня. Алиса, дальше. Алиса, громче. По данным русской википедии, Джек Рассел Терьер, порода охотничьих собак, выведенная в Великобритании, получившая дальнейшее развитие Покапки собаки. Слушаюсь и повинуюсь, мой господин. Короче, если подвести итог, штука эта прикольная. Если у вас есть возможность взять ее в рассрочку или просто купить, то в принципе можно пользоваться. Прикольно музыку включать. Он даже такси может вызвать. Алиса, стоп. А ты на колонку звонишь? Нет, это таймер. А, таймер. Короче, можно поставить таймер, когда готовишь. Если ты подключишь всякие штуки к умному дому, можно кондиционером пользоваться, робот-пылесосом, телевизором. Можно лежать, кинопоезд, ключи кино, такое-сякое. Из минусов, с YouTube она плохо коннектится. Мне кажется, потому что они просто не оптимизируют, потому что это не приложение Яндекс. А какой-нибудь, наверное, Яндекс.Дзен запустишь, а она там типа будет вообще четко все работать. Ну, так она такая громкая, хорошая. В принципе, ну, если у вас ограниченный бюджет, можно взять за 13. Ну, вот эта за 18500 обошлась, ну, на 6000 подороже. Даже на 6 на 5, может. Она, когда ей говоришь, включи утреннее шоу, она начала мне подмаргивать, и как будто бы она жестикулирует. Сказать? Ну, давай. Алиса, громкость на 5. Алиса, включи утреннее шоу. Если бы у вас был клон, вы бы вдвоем слушали это шоу. Потому что мое утреннее шоу нельзя пропустить. Привет. Мы начинаем. Сейчас в Балакове 12 часов 23 минуты. Понедельник, 18 октября. А что происходит на улице? Давайте расскажу. Сейчас в Балакове плюс 12. Весь дом послана. Ну что, она там будет полностью рассказывать. Ты с утра собираешься, включил, сказал ей команду утреннее шоу, и она начинает тебе херачивать всю информацию. А я даже не знаю, что это типа. Это она придумывает из всяких фактов из этого. Ну что там, допустим, на данный момент произошло? Она тебе какие-то новости расскажет. Погода, пробки на дорогах, все это тебе, пока ты чистишь зубы. Ну да, это удобно. Проснулся и врубил музыку, там, сказал, пошел собрался, потом... А было бы, она еще коннектилась с автозапуском, и ты такой типа, Алиса, там, запусти мне машину, и она такая заводит тебе ее. Это когда уже автозапуск, даже ли не кнопку нажать. Одну секунду. Алиса, стоп, заткнись. Только я не понимаю, вот, кого зовут Алиса, как они с ней работают. Алиса, стоп. Типа, если жену твою зовут Алиса, то ты постоянно... Ну не знаю, может там имя можно поменять. Алиса, а можно изменить тебя на другое имя? Чтобы сменить фразу активации, зайдите в приложение Яндекс и откройте настройки устройства. Короче, можно заменить Алису на пиписы какая-нибудь. Алиса, стоп. Блин, ты в рот звонит. Короче, по первым впечатлениям все понравилось, классно. Кому понравился обзор. А, да, забыл, забыл со всем. Сейчас, давай спорим через минуты. Алиса, найди видео с котиками. Хочешь, что ли, дай доснять конец, ты сдолбала. Угу. Нажмешь стоп? Угу. Угу.